МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комфортную среду сформировали, а мэр отчитался. Брифинг по благоустройству прошел в администрации. Прямые рейсы из Стригина отправятся в Екатеринбург. Когда и за сколько? Детские шалости и настоящая жестокость. Есть очередное избиение подростками в Нижегородской области. Вся жизнь театр. Международный театральный фестиваль имени Горького стартует в Нижнем. Выползающий студент и кошка-фотомодель. Чем еще делились интернет-пользователи в социальной сети? Свою работу в эфире продолжает служба новостей «Город». Я, Максим Красильников, приветствую вас. Поговорим о главных событиях вторника. С чего начнем. В Нижнем Новгороде ежегодно растет число благоустраиваемых пространств. За три года с четырех оно увеличилось до шестнадцати. Владимир Панов на брифинге рассказал о реализации программы в этом году и поделился планами на будущий. Практически в геометрической прогрессии в Нижнем Новгороде каждый год растет количество благоустраиваемых общественных пространств в рамках нацпроектов «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году это были четыре пространства, в 2018 шесть, а в этом году целых шестнадцать. Это удалось за счет грамотного планирования, проведения конкурсных процедур в ранние сроки и, соответственно, выхода подрядчиков на площадки. Самым серьезным результатом в этом году, помимо количества общественных пространств, которые мы сделали, часть мы еще завершаем, это, конечно же, более ранние сроки завершения, соответственно, всех работ. Потому что в этом году удалось практически все пространства сделать в разумные сроки. Из шестнадцати пространств на сегодняшний день уже полностью сданы двенадцать. В работе еще четыре участка. Это вторая очередь парка Дубки, набережная Гребного канала, скверы Жукова и Черный пруд. Они будут сданы до конца осени. Помимо этого в городе благоустраивались дворы у 138 домов. На брифинге объявили о начале подготовки к благоустройству общественных пространств в будущем году. И первым основополагающим шагом будет голосование жителей, которое пройдет в октябре. В 2020 году мы планируем пойти дальше. То есть мы хотим делать акценты на уникальности территорий. И на том, что люди хотят делать на этих территориях. То есть, может быть, у нас получится запустить какие-то новые виды деятельности. Мы как раз сейчас работаем над сайтом, который как раз планируем наполнить вот этой новой информацией уже по 2020 году. Как будут идти работы, концепции, рабочие проекты. Все планируем там размещать. Стоит отметить, что помимо реализации нацпроекта формирования комфортной городской среды, в Нижнем в рамках концессии ремонтируются городские фонтаны. Так уже запущены фонтаны в сквере Рыбакова, на бульваре Рокоссовского, в сквере Черный пруд и восстановлена аллея фонтанов в Автозаводском парке. И это еще не все. В этом году реализуется еще одна программа «100 детских площадок». Студенческий архитектурный форум откроется в Нижнем Новгороде. Студенты познакомятся с результатами деятельности 93-х архитектурных школ России и смогут провести собственную дискуссионную или воркшоп-программу. О других новостях далее короткой строкой. Более 2000 кубометров воды откачали с улиц Сормовского района, затопленных после ливня 5 и 6 октября, сообщает администрация города. Последствия природного катаклизма устраняли на улицах Светлоярской, Гаугеле и Коминтерна, а также на проспекте 70 лет октября. На некоторых участках насоса работает до сих пор. В общей сложности районной власти привлекли 8 денис техники. Социальным предпринимателям Нижегородской области разработают франшизы. Все в рамках конкурса «Территория успеха». Как говорят организаторы, главная задача – отобрать наиболее перспективные для масштабирования социальные проекты и упаковать их во франшизы. Заявки принимаются до 14 октября. Новый авиарейс в Екатеринбург появится в Стригена. Согласно информации, прямые вылеты откроются с 18 октября авиакомпании «ИрАэро». Рейсы будут пополняться два раза в неделю самолетами «Сухой Суперджет-100». Цена билетов будет начинаться от 2000 рублей. Жители России начнут мотивировать копить на пенсию самостоятельно. Одной из мер может стать введение налогового стимулирования путем увеличения максимального вычета до 52 тысяч рублей. О других финансовых новостях расскажем далее. Чуть более 41 тысячи рублей составила средняя зарплата нижегородцев в первом полугодии 2019 года. С данным показателем город оказался на 33-й позиции в рейтинге зарплат 100 крупных российских городов. Исследование проводило серия рейтинга. Места присуждались по показателю соотношения зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора. В первую же тройку вошли Москва, Южно-Сахалинск и Салихард. 17 октября в Нижнем Новгороде состоится крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере недвижимости региона «Конгресс. Золотая пора рынка недвижимости». Это площадка, где в одном месте можно получить самую актуальную информацию от ведущих специалистов сферы недвижимости, узнать о новых сервисах и технологиях работы, обсудить интересующие вопросы, наладить деловые контакты и подчеркнуть новые идеи для развития бизнеса. В программе 6 мастер-классов, более 30 докладов об аналитике рынка недвижимости, трендах СММ и многом другом. А также 4 тематических секции для специалистов различного уровня. Зарегистрироваться и стать участником можно на официальном сайте мероприятия. Маркетинговое агентство «Элайт Маркетинг», находящееся на Бару, задолжало 8 сотрудникам 784 тысячи рублей. Зарплату не выплачивали с марта по июнь. Организация занимается созданием и обслуживанием интернет-сайтов. В результате прокурорской проверки выяснилось, что директор расходовал деньги на иные цели при наличии долгов по зарплате. После проверки материалы направили в следственные органы и только после этого компания погасила долги. Курс американской валюты на вторник 64,86 рубля, евро 71,23 рубля. Цена за баррель нефти марки «Бренд» 58,21 доллара. Далее ненадолго прервемся, и вот о чем пойдет речь во второй части выпуска. Детские шалости и настоящая жестокость. Очередное избиение подростками в Нижегородской области. Вся жизнь театр. Международный театральный фестиваль имени Горького стартует в Нижнем. Выползающий студент и кошка-фотомодель. Чем еще делились интернет-пользователи в социальной сети? Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Женщина сломала ногу при падении в рейсовом автобусе на Бару. Причиной послужило резкое торможение транспортного средства. Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом. О других происшествиях в городе и регионе расскажем далее. 13-летний мальчик был зверски избит толпой подростков в кулебаках. Все происходящее записали на видео. Кадры с избиением появились в выходные в социальных сетях. На записи слышно, что мальчик кричит «я больше не буду» и просит прекратить избиение. Но подростков это только больше разодоривает, и они устраивают споры за очередность ударов. По предварительным данным, в нем участвовали четверо парней и девочка. Сейчас в полиции проводят проверку по данному инциденту. В Нижнем Новгороде столкнулись «Шевроле» и «Газель». Авария произошла на метромосту в воскресенье 6 октября около 17 часов. Удар был настолько сильным, что «Газель» перевернулась, а легковушка отлетела в отбойник. На месте работали медики. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Массовая авария произошла днем 7 октября на улице Старокузнечихинская. 32-летний водитель «Лады Приора» вылетел навстречу, где столкнулся с двумя автомобилями «Хюндай» и одним «Рено». В результате столкновения пострадал водитель отечественной машины. Его госпитализировали закрытой черепно-мозговой травмой. В Арзамасе водитель «Опеля» при повороте налево наехал на человека. За рулем находился водитель с 25-летним стажем. Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте, за что одному из них пришлось поплатиться своим здоровьем. Женщина 56-го года рождения получила перелом ноги, ссадины и ушиб носа. Девятый международный театральный фестиваль имени Максима Горького в начале веков 20-21-й открывается в Нижнем Новгороде. Он пройдет с 14 по 26 октября. О предстоящем событии нам рассказали на пресс-конференции. В этом году на фестивальной сцене зрители смогут посмотреть 17 спектаклей 16 российских и зарубежных театров. Открывает фестиваль у нас коллектив из Сеула, Южная Корея. Открываем спектакль по пьесе Максима Горького на дне. Это традиционно, потому что сам фестиваль у нас идет не только по пьесе Алексея Максимовича Горького, но и по драматургии на рубеже 20-21 веков. Приедет к нам коллектив из Берлина, приедет к нам коллектив. Долго мы не формировали афишу, говорили все, что это из Грузии. Но слава богу, что этот вопрос разрешился и искусство вне политики. Расширились не только география и масштаб, но и пространственные границы. Фестиваль будет проходить на пяти театральных площадках Нижнего Новгорода. На больших сценах Нижегородского театра драмы, тюза, театра комедия, а также в камерных залах Дома актера и учебного театра Нижегородского театрального училища. Помимо спектаклей в программе фестиваля обсуждения, творческие встречи с режиссерами и круглый стол по творчеству Максима Горького с участием театроведов, театральных критиков, писателей и ученых-горьковедов. Они же будут говорить обо всем, не только о нашем фестивале, о других фестивалях, вообще о том, что происходит на театре в России в настоящий момент, о современном театре. То есть, если вы приедете на эту встречу, у вас, не то что я вас замаливаю, но у вас будет картина, чем живет театр сегодня. Оценивать участников будут известные критики. Впервые за всю историю фестиваля в его работе примет участие молодежное жюри, в состав которого входят студенты театроведческого факультета ГИТИСа. Откроется фестиваль 14 октября уличным флешмоб-сюрпризом в благодарность Максиму Горькому. Выползающий студент и кошка-фотомодель. Чем еще делились интернет-пользователи, узнаем прямо сейчас. Как быстро и незаметно уйти с пары? Выползти! Учитесь у этого бесстрашного студента! Как разбудить кота? Просто открыть консервы. Так и сделал один из пользователей сети. Четвероногий слышал звук открывающейся банки и сразу вскакивал, прося корм. Настоящая консервная душа. Эта кошка позирует лучше настоящих моделей. Один взгляд фотографа, и она уже в кадре. Ни минуты не отдыхает. Эх, такова жизнь в фэшн-индустрии. А теперь к хорошим новостям от наших телезрителей. Чем порадовал их этот день они рассказали съемочной группе «Первого городского». Вот мы сегодня идем, улыбаемся, солнышко светит. Вот внука ведут на футбол в «Динамо». Тоже хорошо. На поле, наверное, играть будут. Они в зале. Тоже хорошо. Мы сходили в музей бумажных историй. Нам там очень понравилось. Очень хороший ведущий, добрый. И интерактивно общался с детьми. Вчера были в кинотеатре. В Орленке. Смотрели фильм Леонарда. Очень понравился. Великолепный фильм. Если есть возможность, девушка, сходите. Прекраснейшая игра актера. Шикарный фильм. Интересуемся достопримечательностями города. Смотрим архитектуру. Обменялись. Сумочку на зачарованный лес. Прекрасная новость. В смысле обменялись? У вас какой-то... Флэш-мод. У вас тут флэш-мод просто на улице творится бесконечный. Ну вот, один из таких удачных флэш-модов. И в конце выпуска о погоде. Сейчас узнаем, какой прогноз ожидает нижегородцев в ближайшие три дня. В среду 9 октября днем пасмурно. Плюс 6. Ночью дождь. 4 градуса тепла. В четверг 10 октября днем плюс 8. Небольшой дождь. Ночью также осадки в виде дождя. Плюс 7 градусов. В пятницу 11 октября дождь. Плюс 10 градусов. Ночью пасмурно. Плюс 6. На этом пока все. Хорошего вам настроения и до встречи в городе. Субтитры создавал DimaTorzok